На мой взгляд, сегодня достаточно большая линейка телерадиокомпаний, которые вещают не только через спутник, но и через кабель. И, скажем так, по-моему, на весь вкус, на любой вкус и на любой цвет, сегодня телезритель может найти, ну скажем так, достойный для него телеканал. Что касается общественного телевидения, я знаю, что у них сегодня есть определенные проблемы по источникам финансирования. И когда было предложено, ну давайте включим в оплату услуг ЖКХ, оплату именно данной услуги, что у нас есть общественное телевидение, давайте, ребята, скинемся, шапку по кругу. Ну, господа, тут иногда и за ЖКХ-то не все платят, а кто будет платить добровольно еще и за услуги общественного телевидения, которые, ну якобы вообще без какого-то контроля, без каких-то цензур, без какого-то, скажем так, ну люди-то, кто им занимается? В общем-то, бывшие сотрудники ГОСТ или радио, даже еще СССР. Поэтому ждать, что придет какая-то новая молодая кровь, абсолютно независимая журналистика для работы в этом телеканале, вряд ли приходится. А учитывая, что есть желание там определить посегментарно, кому-то там, ну, по конфессиям раскидать какие-то определенные позиции, там, часть времени вам, допустим, часть времени такой конфессии, часть времени по таким проблемам или еще что-то, но это уже вкус и цвет редактора. То есть это его право определять, какая будет сетка вещания. Насколько будет канал смотрибелен, это будет зависеть от тех, кто его будет делать. Если они раскидают 15 часть, допустим, для мусульмана дадут, ну, 15% эфирного времени, ну, значит, 15% эфирного времени вряд ли другие кто-то будут смотреть это, вот, вот темы, которые посвящены мусульманству. Это будет сугубо касаться только мусульман. Хотя, может быть, это и правильно, как бы, ну, каждый смотрит то, что он хочет посмотреть. Но, с другой стороны, еще раз повторю, по-моему, сегодня это лишняя надстройка, это пятое колесо в телеге, которое сегодня уже, ну, достаточно много имеет телеканалов, в общем-то, изобретать что-то новое. И якобы общественное, хотя у народа уже много недоверия, в принципе, к любым. А, все это заказушники, а, все это заплачено, проплачено. И сказать, что, да нет, вы что, это же общественное телевидение. Зря вы так думаете. Ну, потребуются годы и годы, в первую очередь, деятельности исполнительной власти, чтобы разубедить народ в том, что у нас все ангажировано. СМИ лежат под властью и так далее, и тому подобное. Продолжение следует...